в общем тема такая сделал я пост в сообществе о находках якобы я потерял свой личный телефон указал один номер телефона тут же следом другого аккаунта создал еще одно обращение якобы потерял сумку там уже указал другой номер телефона ну так вот буквально спустя пять минут даже наверное меньше мне позвонили по поводу телефона якобы его нашли но мошенник тоже по ходу понял тоже не получится меня развести скинул телефон и буквально через минут 20-30 позвонили мне уже на другой телефон якобы нашли мою сумку и что самое главное интересно это был один и тот же мошенник то есть звонили с того же самого номера телефона короче я так понял эти мошенники у них очень много времени поскольку они скорее всего находится в местах лишения свободы целыми днями сидят мониторит данные чат и группы как только видят свежие объявления о находке либо потери сразу же прозванивают и пытаются обмануть людей ну в общем посмотрите ролик все поймете чё и как алло да я потерял айфон да 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 золотой айфон 14 про без чехла без ничего там никаких стекол на нём ничего нет билайн нам просто принесли в ломбард ваш телефон продали на запчасти паренек нашел он сказал что нашел в киевсе вы таки оставили его или у вас украли что случилось нет я же я же там написал то что я в киевсе его утром оставил просто нам как бы начальника назначил 15 тысяч за вознаграждение если вас устроит я скажу куда подойти то есть его кто-то в ломбард принес или что не был в какой ломбард принесли давайте подъеду забегу но так устроит 15000 то есть 15 что вы мне мой телефон и дали но что поделать но устроит алло да здравствуйте по поводу сумки звоню вы потеряли да да там чё было вещи да весь электронная касса да все верно отдали в ломбард принесли ваши вещи мы занимаемся возвратами 5000 устроит вас за вознаграждение да да конечно куда подъехать давайте сбербанку сможете подойти вот центральный который то что на войкова или на северный на войку вода на войку вот этот ну давайте я течение получас могу в принципе подъехать хорошо у меня девушка подъедет она сумка вот там сдать вас чтобы она не переживала телефон свой выключите сейчас он на режим самолет поставьте чтоб я был уверен что не в полиции никуда вы не будете как подойдете к бирбанку банкоматом включите телефон не подводите смысл а зачем мне телефон тратить что в полицию не звонили я откуда украли вообще зачем полицию звонить я сам сумку потерял мне все хотят за свои вещи деньги отдавать не захотите без денег да нет меня 5 там касса на месте это электроны вы мне фото сможете это сумки скинуть убедился что это она надо что-то оборвалось что-то но я минут через двадцать смогу подъехать только не поможешь телефон выключать чтобы не полицию никуда не так я не собираюсь никуда звонить как я без связи то буду или мне подъехать или что так подъедете включите телефон не позвоните сейчас просто выключите пока так я не собираюсь никакую полицию занять мне главную сумку можно забрать что в кассе там было да да я вот вам звоню по поводу сумки чуть вы недоступны ну вы меня просили телефон выключите выключу включу подъехал базе банк уже минут 10 я спрашиваю да вы на мой телефон позвоните я взял прохожего телефон на какой телефон позвонить я вам звоню с него у вас постоянно заняты заняты не знаю вот ему звоню звоню вы недоступны да 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 я подъехал и вот машине возле банка в воде кого банкомата подходи вот внутри которые расклад банкоматом зайди внутри которая прямо на связи то что в этом в холле стоят банкоматы или чем до холи таких банкоматом подойди чем я голова таком посидор так ты же сказал то что там девушка какая-то нужно подъехать девушка у меня подъехала она рядом припарковала здесь двух минутах ходьбы от тебя она деньги из рук брать не будет потому что это можно расценить как вымогательство штука краденого друг у тебя украли вообще документы еще что-то у нас были просто случай что приезжали какие документы у меня в сумке касса электронная я и говорю друг у вас украли вообще это все вещи там спортивная там целая сумка ну так что мне делать где девушка сейчас делаем так что гарантия была с обоих сторон чтобы ни вы ни девушка не переживали я сейчас продиктую вам номер телефона обладите на него деньги возьмете квитанцию квитанцию только не выкидывайте никуда не мните не рвите потому что это гарантия с обоих сторон не без чека деньги будут не снять также вы сможете в любой момент платеж заблокировать как ошибочно девушка зайдет к вам все проверить отдадите от чека в оплате так в чем проблема не убедиться что моя сумка у девушки для начала вы не на карту деньги переводите вы то что переживаете вы оплачиваете просто мобильную связь мне без квитанции их будут не обналичить также вы сможете платеж заблокировать никакой смысл вас обманывать я там страхую чтобы у меня проблем с полицией не было для чего мне вас обманывать чтобы прошли заявление написали закрывать такие же вам сразу к желаю на какой заявление собираюсь писать мне главную сумку я на простом говорю что мне смысла вас обманывать нету и без чека без квитанции деньги с номера не снять как не я же не на карту обманывать и мне сначала на один номер позвонил насчет телефона спросил все забышь или идиот ничего не попутал ты меня до того как насчет сумки позвонил насчет ты дурачок что ли какая сумка я петух петух с чего это я петух бывший ты мне полчаса назад позвонил насчет телефона то что я телефон потерял забыл потом позвонил насчет сумки потом позвонил насчет сумки идиот я говорю ты петух поэтому тебе все и звонят да нет ты ошибаешься петух это ты ты же у нас на зоне вас приветствует автоответчик к сожалению вызываемый абонент сейчас не может менять вас и и и и да